Здравствуйте! Это рубрика «Мы в сети». Я Елена Бурасова. Сегодня в интернете обсуждают новые детали в деле о растратах фонда Сколково. Следственный комитет готов возбудить уголовное дело в отношении депутата Госдумы Ильи Пономарева. На этой неделе специалисты направят в прокуратуру материалы, доказывающие его вину, и попросят лишить его депутатской неприкосновенности. Напомню, в середине апреля выяснилось, что вице-президент фонда Алексей Бельтюков якобы незаконно передал Пономареву 750 тысяч долларов в гонорар за лекции в разных городах. До сих пор по этому делу Пономарев проходил как свидетель. Интернет-пользователи отмечают, что когда СССР заключал контракт, у него даже не было высшего образования. Многие недоумевают, как так получилось, что у главы подкомитета по инновациям Госдумы не оказалось даже университета за плечами. Другие же считают, что это дело бы даже не всплыло, если бы Пономарев не был одним из представителей оппозиции. Ну а мы идем к другим новостям. Россия показала новейшее оружие, не имеющее аналогов в мире. Ну так, по крайней мере, заявляют эксперты. В Москве прошла международная вертолетная выставка. И главный экспонат на ней – боевой ударный вертолет Ми-35М. Это модернизированная версия легендарного Ми-24. Установленные на нем управляемые ракеты позволяют на большом расстоянии поражать любые танки противника. Также вертолет вооружен 23-мм артиллерийской установкой и может брать на борт несколько блоков неуправляемых ракет. Эта машина может вести бой и днем, и ночью. Ну и далее в интернете появилось новое видео о возможностях Google Glass. Их называют, нужно отметить, что их называют очками будущего. У них встроен микрокомпьютер, который способен выполнять много функций. Так, очки могут посчитать, сколько калорий сожжено при том или ином упражнении. В ролике это подъем по лестнице. Также с помощью этой пары окуляров можно сканировать штрих-коды товаров в магазине, как показано на видео. Следуя инструкциям к очкам, можно вызвать такси и отследить машину во время пути. Это что касается простых функций. На видео показано, что с помощью Google Glass можно выполнять и сложные задачи. Например, использовать их как самоучитель для игры на гитаре. По мнению специалистов, гаджет даже способен спасти жизнь. Например, в ролике демонстрируется ситуация, когда постороннему человеку становится плохо, а обладатель очков спасает его, пользуясь инструкциями от Google Glass. Ну и напоследок мы продолжаем зачитывать истории вашей удачи. На этот раз нам прислали также несколько историй. Ульяна Владимирова, для меня большая удача. Мои ребятишки-двойняшки, они для меня настоящий подарок судьбы. Лера Леонова пишет, что пять месяцев назад удачно устроилась на работу, и теперь она не в тягость, она занимается творчеством. И Максим Уразов пишет о том, что большая удача каждый день засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком. Присылайте и вы нам свои истории удачи, мы обязательно их будем зачитывать. Найти нас очень просто. Мы есть во всех социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке. Мы не только в эфире, но и в сети. И помните, мы приносим удачу. До свидания.